Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Глава первая. «И жить торопится, и чувствовать спешит» К. Вяземский. Мой дядя самых честных правил. Когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, всевышней волею Зевеса, наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа без предисловий, сей же час позвольте познакомить вас. «Онегин, добрый мой приятель. Родился на брегах Невы. Где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель? Там некогда гулял и я. Но вреден север для меня». Служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал три балла ежегодно. И промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом Монсье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Монсье Лабе — француз убогой. Чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежд и грусти нежной, Монсье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как Дэнди лондонский одет и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал. Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне. Так, если правду вам сказать, он знал довольно по-латыни, чтоб эпиграфы разбирать. Потолковать об Ювенале, в конце письма поставить Вале, да помнил, хоть и не без греха, из Инеиды два стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли, бытописании земли, но дни минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея для звука в жизни не щадить, не мог он ямба от Хорея, как мы не бились, отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и земли отдавал в залог. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг, но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимала целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел на зон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным и равнодушным. Как томно был он молчалив, как пламенно красноречив, в сердечных письмах как небрежен, одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя, как взор его был быстр и нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушную слезой. Как он умел казаться новым, шутя, невинность изумлять, пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять, ловить минуту умиленья, невинных лет предубеждения умом и страстью побеждать, невольной ласки ожидать, молить и требовать признания, подслушать сердце первый звук, преследовать любовь и вдруг добиться тайного свидания, и после ей наедине давать уроки в тишине. Как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записных, когда ж хотелось уничтожить ему соперников своих, как он язвительно злословил, какие сети им готовил, но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы друзья, его ласкал супруг лукавый, фабласа давний ученик и недоверчивый старик и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой. Бывало, он еще в постели, к нему записочки несут. Что, приглашение? В самом деле, три дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно, везде поспеть не мудрено. Пока мест в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий бригет не прозвонит ему обед. Уж темно, в санке он садится. «Поди, поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. К талон помчался. Он уверен, что там уж ждет его каверин. Вошел, и пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним рост биф окровавленный. И трюфли, роскошь юных лет. Французской кухни лучший свет. Из Страсбурга пирог нетленный. Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон бригет им доносит, что новый начался балет. Театр злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис. Онегин полетел к театру, где каждый, вольностью дыша, готов охлопать энтерша, обшипеть Федору, Клеопатру, Маину вызвать для того, чтоб только слышали его. Волшебный край. Там в старые годы сатиры смелый властелин, Блистал Фанвизин, друг свободы, И перимчивый княжнин. Там озеров невольны дани народных слез, Рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля, Гений Величавый. Там вывел колки шаховской Своих комедий шумный рой. Там и дедло венчался славой. Там, там, под сенью кулис Молодые дни мои неслись. Мои богини, что вы, где вы? Внемлите мой печальный глаз. Все те же львы, другие льдевы, Сменив, не заменили вас? Услышу ль вновь я ваши хоры, Узрю ли русской терпсихоры Душой исполненный полет? Иль взор унылый не найдет Знакомых лиц на сцене скучный? И, устремив на чуждый свет Разочарованный лорнет, Веселье зритель равнодушный, Безмолвно буду я зевать И о былом воспоминать. Театр уж полон, Ложи блещут, Портер и кресло, Все кипит. В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит. Блистательно, Полувоздушно, Смычку волшебному послушно Толпою нимф окружена Стоит истомина. Она, одной ногой касаясь пола, Другою медленно кружит. И вдруг прыжок, И вдруг летит, Летит, как пух от уст эола, То стан совьет, То разовьет, И быстро ножкой ножку бьет. Все хлопает. Онегин входит. Идет меж кресел, По ногам, Двойной лорнет, Скосясь наводит На ложи незнакомых дам. Все ярусы окинул взором, Все видел. Лицами и убором Ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон Раскланился, Потом на сцену В большом рассеянии взглянул, Отворотился И зевнул, И молвил, Всех пора на смену. Балеты долго я терпел, Но и дедло мне надоел. Еще амуры, черти, Змеи на сцене скачут и шумят. Еще усталые лакеи На шубах у подъезда спят. Еще не перестали топать, Сморкаться, кашлять, Шикать, хлопать. Еще снаружи и внутри Везде блистают фонари. Еще прозябнув, Бьются кони, Наскуча упряжью своей. И кучера вокруг огней Бронят господ И бьют в ладони. А ушанегин вышел вон. Домой одеться едет он. Изображуль в картине Верный уединенный кабинет, Где мод воспитанник Примерный одет, Раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти Обильный торгует Лондон щепетильный И по балтическим волнам За лес и сало возит нам. Все, что в Париже Вкус голодный, Полезный промысел избрав, Изобретает для забав, Для роскоши, Для неги модной. Все украшало кабинет Философа восьмнадцать лет. Янтарь на трубках Цареграда, Фарфоры бронзы на столе, И чувств изнеженных от рада Духи в граненном хрустале. Гребенки, пилочки стальные, Прямые ножницы, кривые, И щетки тридцати родов, И для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, Не мог понять, Как важный грим Смел чистить ногти перед ним, Красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав, В всем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот межлюдей. Второй Чедаев, мой Евгений, Боясь ревнивых осуждений, В своей одежде был педант. И то, что мы назвали франт. Он три часа, по крайней мере, Пред зеркалами проводил. И из уборной выходил Подобный ветреной Венере, Когда, надев мужской наряд, Богиня едет в маскарад. В последнем вкусе, Туалетом заняв ваш любопытный взгляд, Я мог бы предученым светом Здесь описать его наряд. Конечно бы это было смело, Описывать мое же дело. Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет. А вижу я, Винюсь пред вами, Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо меньше мог Иноплеменными словами, Хоть и заглядывал я в старь В академический словарь. У нас теперь не то в предмете, Мы лучше поспешим на бал, Куда стремглав В ямской карете Уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами Вдоль сонной улицы Рядами двойные фонари карет Веселый изливают свет И радуги на снег наводят. Усеян плошками кругом Блестит великолепный дом. По цельным окнам тени ходят, Мелькают профили голов И дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням. Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням, Расправил волоса рукой, Вошел полна народу зала. Музыка уж греметь устала, Толпа мазуркой занята. Кругом и шум, и теснота, Бринчатка волигарда шпоры, Летают ножки милых дам, По их пленительным следам Летают пламенные взоры, И ревом скрипок заглушен Ревнивый шепот модных жен. В одни веселей и желаний Я был от балов без ума. Верней, нет места для признаний И для вручения письма. О, вы, почтенные супруги! Вам предложу свои услуги, Прошу мою заметить речь, Я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки построже, За дочерьми смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет, Не то, не то избави Божия. Я это потому пишу, Что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы Я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, Я балы по до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, И тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд. Люблю их ножки, Только вряд найдете вы в России Целые три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустный, охладелый, Я все их помню. И во сне они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне Исчезло счастье юных лет, Весной на мураве лугов, Кипящий, кипящей младости моей, Я не желал с таким мучением Лобзать уста младых армид, Или розы пламенных ланид, Или перси, полные томленьем. Нет, никогда порыв страстей Так не терзал души моей. Мне памятно другое время. В заветных иногда мечтах Держу я счастливое стремя И ножку чувствую в руках. Опять кипит воображение, Опять ее прикосновение Зажгло в увядшем сердце кровь. Опять тоска, Опять любовь. Но полно Прославлять надменных Болтливой лирою своей. Они не стоят ни страстей, Ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих Обманчивы, как ножки их. Что ж мой Онегин? Полусонный В постелю с бала едет он. А Петербург неугомонный Уж барабаном пробужден. Встает купец, Идет разносчик, На биржу тянется извозчик, С кувшином Охтенко спешит, Под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, Шум приятный, Открыты ставни, Трубный дым Столбом восходит голубым, И хлебник, Немец аккуратный, В бумажном колпаке Не раз уж отворял свой васиздаз. Но шумом бала Утомленный И утро в полночь обратя Спокойно спит в тени Блаженный забав И роскоши дитя. Проснется заполдень, И снова до утра Жизнь его готова, Однообразна и пестра, И завтра то же, Что вчера. Но был ли счастлив Мой Евгений? Свободный, В цвете лучших лет, Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений, Вообще ли был он Средь перов Неосторожен и здоров? Нет, Рано чувства в нем остыли. Ему наскучил светошум, Красавицы недолго были Предмет его привычных дум, Измены утомить успели, Друзья и дружба надоели, За тем, что не всегда же Мог бифштекс и страсбургский Пирог шампанской обливать Бутылкой и сыпать острые слова, Когда болела голова. И хоть он был повесопылкой, Но разлюбил он, наконец, И брань, И саблю, И свинец. Недуг, которого причину Давно бы отыскать пора, Подобный английскому сплину, Короче, русская хандра Им овладела понемногу. Он застрелиться, Слава богу, Попробовать не захотел, Но к жизни вовсе охладел. Как Чайлд Гарольд угрюмый, Томный, В гостиных появлялся он. Ни сплетни света, Ни бастон, Ни милый взгляд, Ни вздох нескромный, Ничто не трогало его, Не замечал он ничего. Причудницы большого света, Всех прежде вас оставил он. И правда, То, что в наше лето Довольно скучен высший тон. Хоть, может быть, Иная дама Толкует Сея И бентама, Но вообще их разговор Несносный, Хоть невинный вздор. К тому ж они так непорочны, Так величавы, Так умны, Так благочестия полны, Так осмотрительны, Так точны, Так неприступны для мужчин, Что вид их уж рождает сплин. И вы, красотки молодые, Которых позднюю порой Уносят дрожки удалые По петербургской мостовой, И вас покинул мой Евгений, Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся, Зевая, За перо взялся. Хотел писать, Но труд упорный Ему был тошен. Ничего не вышло Из пера его, И не попал он В цех задорный Людей, О коих не сужу, За тем, Что к ним принадлежу. И снова преданный безделью, Томясь душевной пустотой, Уселся он С похвальной целью Себе присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полку, Читал, Читал, А все без толку. Там скука, Там обман Или бред, В том совести, В том смысла нет. На всех Различные вериги. И устарела старина, И старым бредит новизна. Как женщин он Оставил книги, И полку с пыльной Их семьей Задернул Траурной Товтой. Условий света Свергнув бремя, Как он, Отстав от суеты, С ним подружился я В то время. Мне нравились Его черты. Мечтам Невольная Приданность, Неподражательная Странность И резкий Охлажденный Ум. Я был Озлоблен, Он угрюм, Страстей И грумы Знали оба. Томила жизнь Обоих Нас, В обоих Сердце Жар Угас, Обоих Ожидала Злоба Слепой Фортуны И людей, На самом Утре Наших Дней. Кто Жил И мыслил, Тот Не может В душе Не презирать Людей. Кто Чувствовал, Того Тревожит Призрак Невозвратимых Дней. Тому Уж Нет Очарований Того Змея Воспоминаний, Того Раскаяния Грызет. Все Это Часто Придает Большую Прелесть Разговору. Сперва Онегина Язык Меня Смущал, Но Я привык К его Язвительному Спору И к Шутке Желчью Пополам И Злости Мрачных Эпиграмм. Как Часто Летнюю Порою, Когда Прозрачно И Светло Ночное Небо Над Невою, И Вот Веселое Стекло Не Отражает Лик Дианы, Воспомню Прежних Лет Романы, Воспомню Прежнюю Любовь, Чувствительный, Беспечный Вновь Дыханием Ночи Благосклонный, Безмолвно Упивались Мы. Как В лес Зеленый Из тюрьмы Перенесен Колодник Сонный, Так Уносились Мы Мечтой К Началу Жизни Молодой. С Душою Полный Сожалений И Опершися На Гранит Стоял Задумчиво Евгений, Как Описал Себя Пеит. Все Было Тихо, Лишь Ночные Перекликались Часовые, Да Дрожек Отдаленный Стук Смельонный Раздавался Вдруг. Лишь Лодка Веслами Махая Плыла По дремлющей Реке, И Нас Пленяли Вдалеке Рожок И Песня Удалая, Но Слаще Средь Ночных Забав Напев Таркват Золотой Я Негой Насложусь На воле С Венецианкой Молодой. То Говорливый, То Немой, Плывя В Таинственной Гондоле, С ней Обретут Уста Мои Язык Петрарки И Любви Придет Ли Час Моей Свободы Пора Пора Взываю К ней Брожу Над Морем Жду Погоды Маню Ветрило Кораблей Под Ризой Бурь С Волнами Споря По Вольному Распутью Моря Когда Начну Я Вольный Бег Пора Покинуть Скучный Брег Мне Неприязненной Стихии И Средь Болуденных Зыбей Под Небом Африки Моей Вздыхать О Сумрачной России Где Я Страдал Где Я Любил Где Сердце Я Похоронил Онегин Был Готов Со Мною Увидеть Чуждые Страны Но Скоро Были Мы Судьбою На Долгий Срок Разведены Отец Его Тогда Скончался Перед Онегином Собрался Заимодавцев Жадный Полк У каждого Свой ум И толк Евгений Тяж бы Ненавидя Довольный Жребием Своим Наследство Предоставил Им Большой Потери В том Не Видя Иль Иль Предузнав Издалека Кончину Дядя Старика Вдруг Получил Он В самом Деле От Управителя Доклад Что Дядя При Смерти В Постеле И С ним Проститься Был бы Рад Прочтя Печальное Послание Евгений Тотчас На свидание Стремглав По почте Поскакал И уж Заранее Зевал Приготовляясь Денег Ради На вздохи Скуку И обман И тем Я начал Мой роман Но Прилетев В деревню Дядя Его Нашел Уж На столе Как Дань Готовую Земле Нашел Он Полон Двор Услуги К Покойнику Со всех Сторон Съезжались Недруги И Други Охотники До Похорон Покойника Похоронили Попы И Гости Ели Пили И После Важно Разошлись Как Будто Делом Занялись Вот Наш Онегин Сельский Житель Заводов Вод Лесов Земель Хозяин Полный А досель Порядка Враг И Расточитель И Очень Рад Что Прежний Путь Переменил На Что-нибудь Путь Два Два Дня Ему Казались Новы Уединенные Поля Прохлада Сумрачной Дубровы Журчание Тихого Ручья На Третий Роща Холм И Поля Его Не Занимали Боли Потом Уж Наводили Сон Потом Увидел Ясно Он Что И в Деревне Скука Та же Хоть Нет Ни Улиц Ни Дворцов Ни Карт Ни Балов Ни Стихов Хандра Ждала Его На Страже И Бегала За Ним Она Как Тень Иль Верная Жена Я Был Рожден Для Жизни Мирной Для Деревенской Тишины В Глуши Звучнее Голос Лирный Живее Творческие Сны Досугом Посветясь Невинным Брожу Над Озером Пустынным И Фарниэн Ты Мой Закон Я Каждым Утром Пробужден Для Сладкой Неги И Свободы Читаю Мало Долго Сплю Летучей Славы Не Ловлю Не Так Ли Я В Былые Годы Провел В Бездействии В Тени Мои Счастливейшие Дни Цветы Любовь Деревня Праздность Поля Я Предан Вам Душой Всегда Я Рад Заметить Разность Между Онегином И Мной Чтобы Насмешливый Читатель Или Какой-нибудь Издатель Замысловатой Клеветы Сличая Здесь Мои Черты Не повторял Потом Безбожно Что Намарал Я Свой Портрет Как Байрон Гордости Поэт Как Будто Нам уж Невозможно Писать Поэмы О другом Как Только О себе Самом Замечу Кстати Все Поэты Любви Мечтательные Друзья Бывало Милые Предметы Мне Снились И душа Моя Их Образ Тайный Сохранила Их После Муза Оживила Так Я Беспечен Воспевал И деву Гор Мой Идеал И пленниц Берегов Салгира Теперь От вас Мои Друзья Вопрос Нередко Слышу Я О ком Твоя Вздыхает Лира Кому В толпе Ревнивых Дев Ты Посвятил Ее Напев Чей Взор Волнуя Вдохновение Умильный Лаской Наградил Твое Задумчивое Пенье Кого Твой Стих Боготворил И Другие Никого Ей Богу Любви Безумную Тревогу Я Безотрадно Испытал Блажен Кто С нею Сочетал Горячку Рифм Он Тем Удвоил Поэзии Священный Бред Петрарке Шествуя Во след А муки Сердца Успокоил Поймал И Славу Между Тем Но Я Любя Был Глуп И Нем Прошла Любовь Явилась Муза И Прояснился Темный Ум Свободен Вновь Ищу Союза Волшебных Звуков Чувств И Дум Пишу И Сердце Не Тоскует Перо Забывшись Не рисует Близ Неоконченных Стеков Ни Женских Ножек Ни Голов Погасший Пепел Уж Не Вспыхнет Я Все Грущу Но Слез Уж Нет И Скоро Скоро Буре След В душе Моей Совсем Утихнет Тогда-то Я Начну Писать Поэму Песен В Двадцать Пять Я Думал Уж О форме Плана И Как Героя Назову Пока Мест Моего Романа Я Кончил Первую Главу Пересмотрел Все это Строго Противоречий Очень Много Но Их Исправить Не Хочу Цензуре Долг Свой Заплачу И Журналистам На съеденье Плоды Трудов Моих Отдам Иди же К Невским Берегам Новорожденное Творенье И Заслужи Мне Славы Дань Кривые Толки Шум И Брань Творенье